Привет, это Вероника. Я хочу рассказать вам несколько историй о призраках. Знаете, истории о людях, которые перешли за пределы этой реальности. Люди, которые все еще связаны с нами. Я не хотела иметь дело с духами. Я не хотела иметь дело с тем, что я называла привидениями, потому что, знаете, я очень умная и так далее. И я думала, что в этом есть немного мошенничества. Но вот и удивительно, с годами, снова и снова, я научилась уважать то, что происходит. Один из моих первых клиентов, с которым я испытала духа, ее мать пришла к ней, ее мать покончила с собой, когда она была очень молода, и это было чрезвычайно взрывным. Я сказала, о, твоя мать здесь, и она просто развалилась. Но в этом было значительное исцеление. И есть другие, молодой человек, на самом деле, который передозировал. Он умер от передозировки. И это было очень трагично. И когда я разговаривала с его мамой по телефону, вскоре после того, как это произошло, его мама плакала. И он пришел, и он сказал, мама, мама, у меня наконец-то хорошая работа. И она начала смеяться сквозь слезы. И я тоже. Какая у тебя работа? И он сказал, я работаю с множеством молодых людей, чтобы помочь изменить мозговые паттерны, которые удерживают их в зависимости. Я учусь передавать высокочастотные энергии в их мозговые паттерны и не оставлять эти петли зависимости в различных долях мозга. Позже он помог своей сестре избавиться от оксикантина. Она принимала его из-за некоторых ужасных болезней в своей жизни. И он изменил ее мозговой паттерн. Это было в сотрудничестве с ней. Она должна была чувствовать энергии, которые он передавал, и выбирать, чтобы они продолжали течь через ее тело. Немного как очень трансцендентный акупунктурист. Но у нее не было проблем освободиться от этого очень зависимого препарата. Также для моего собственного отца. Это было замечательно, потому что, когда он уходил, я лежала в постели в день его смерти. Он был в четырех часах езды, и я наблюдала, как он проходил. И он продолжал говорить спасибо, спасибо, спасибо. Наконец я сказала, папа, почему ты говоришь мне спасибо? И он сказал, потому что, когда ты рассказывала мне о всех своих переживаниях, с которыми я не знал, что делать, ты заставила меня наконец поверить, что я могу очистить всю эту трехмерную путаницу и летать, исследовать и читать все, что я хотел читать. Спасибо. Так что это лишь небольшие примеры того, как работа с духами может помочь нам всем. Так что, когда вы действительно не уверены, я хочу рекомендовать это, что вы сделаете несколько действительно глубоких вдохов и призовете яркий свет. Мне нравится думать об этом, как о золотом свете бутылочного мойщика или даже фиолетовом пламени. И пусть этот яркий свет спустится, промоет ваше тело, а затем обернет ваше тело светом. И затем посмотрите на духа. Потому что, если у вас есть какие-либо темные влияния, они уйдут, когда ваш свет станет ярче. Помните? Многие духи, которые приходят к вам или ко мне здесь, чтобы помочь себе освободиться от того, что осталось позади. Или помочь вам освободиться от того, что они сделали вам. Возможно, какой-то вид виктимизации. Так что, наслаждайтесь этим. Если вы видите духов, я тоже. Эй, чип!